дашулька нужно звездой становиться дальше все деньги ели никто не будет смотреть никто не будет читать отпусти и забудь что прошло уже не вернуть мурашки да что ж такое что ты делаешь потому что это я настоящая это моя энергия когда вы хотите первых результатов надо делать ржали все одноклассники еще с ними как ты можешь а я теперь снимаю дорогие мои как я моюсь зарабатываю всем привет микрофон и виктория сегодня наш выпуск подкаста с дашей даша наставник по продажам очень крутая девчонка максимально проявленная яркая сегодня мы с вами будем обсуждать какой-то вот такой интересный аспект жизни дашь то есть не только там экспертность но и личность какие-то интересные этапы пути детства интрижки поэтому я рада тебя здесь видеть спасибо что пришла давай пару слов буквально о себе кто ты что ты как ты себя бы представила в новой компании во-первых спасибо большое что пригласила мне прям безумно приятно и очень ценно ну а теперь себе меня зовут дарья воронина я блогер эксперт предприниматель у меня свои большие обучающие продукты множество учеников и самое главное что вам просто нужно сегодня здесь запомнить это я люблю деньги учу людей можем зарабатывать деньги потому что я и очень из обычной семьи и когда мы покупали продукты по акции я точно поняла что вот так жить я не буду и вот с того момента начался мой аспект становления личности с уже прикольным давай обозначим что у тебя же 22 до да да то есть ты такая дам не 21 то есть мы с тобой вообще практически погодки до погодки по погодки все правильно вот расскажи пожалуйста почему вообще у тебя так рано скажем так это очень мой нелюбимый вопрос я думаю что возможно твой тоже но почему ты так рано вообще работаешь в бизнесе в блоге с какого возраста ты начинаю делать и какие короче были причины для этого давай с этого начнем а если честно мне кажется вот я прям самого детства была звездой чувствую лет пять шесть я уже устраивала спектакли дома я продавала туда билеты туда никто не мог попасть просто так нужно купить этот билет за деньги там за 10 за 15 рублей за какие-то конфетки и вот каждый вечер я устраивала эти спектакли дома и я устраивала с ленточкой со всем вот этим вот атрибутом и тогда вот в детстве я точно приняла решение что я хочу быть звездой я вообще в целом звезда ну то есть по-другому в этом мире быть не может и мы жили супер обычно обычная квартира то есть какого города я из москвы а то есть ты прям коренная москвичка четвертом поколении обалдеть я древо свое дело первый раз вижу такого человека в москве да да на самом деле это и плюс и минус в 17 лет 18 лет я специально уехала из москвы так как все равно была здесь квартира дом поэтому я уехала чтобы как раз таки научиться развиваться мне было десять тысяч кармане ты еще заплатила за квартиру и пять тысяч мне осталось я поехала в питер вау вот прикольно вернемся к первому вопросу и на него отвечу так что мы жили обычно и был период времени когда мама стала хорошо зарабатывать я тогда жила с бабушкой это был приблизительно один год и мама прям была обеспеченной не богатой но обеспеченной я не видела маму потому что она работала семь дней в неделю в огромной строительной компании и зато я получала все то есть у меня была очень крутая одежда очень крутые игрушки очень дорогие то есть метод такая коляски дарили знаете для кукол за десять тысяч за десять тысяч можно коляску же ребенка купить на а потом происходит вот щелчок кризисный момент и жизнь рухнула для меня для ребенка когда ты приходишь магазин тебе говорят все можно а потом вообще в один день нет нельзя и у тебя все забрали была клевая машина был какой-то авторитет какой-то статус ну то есть я прям была такая любимая дочка и все рухнуло в один момент когда обанкротилась полностью мамина строительная компания в которой она работала и вот тут я поняла что ну нужно повзрослеть то есть было тебе сколько лет получается это вот получается мне было семь лет в семь лет я действительно приняла решение что вот так как было уже не будет и нужно по-другому нужно учиться что-то делать 7 лет я продавала поделки из бисероплетения то есть реально была очень нужна в деньгах и мы переехали в ужасный район называется он черкизовская в обычную квартиру то есть я училась в крутой школе а переехала в обычную районную школу мы ненавидели все в этом классе всем привет если вы это смотрите я здесь я звезда меня все не видели потому что я пришла еще знаешь в середине ну да база такая когда ты приходишь ты вообще а я все равно была талантливая несмотря на все то что происходило во мне не потерялся этот талант светить сиять делать что-то для людей создавать я говорила давайте объединяться давайте выступать что мы тут уже все парами ты куда пришла ты чё сюда лезешь и тогда ну вот начался реально путь моего становления потому что в семь лет в семь лет реально денег нету ту канцелярию которую тебе покупали раньше и когда тебе говорили вот держи каталог выбирай все что хочешь а тут тебе говорят даша пять тысяч и на пять тысяч мы должны все уложиться и ты сидишь и думаешь что случилось ну то есть реально непонятно что случилось мой мозг он не понимал он тогда не понимал что есть богатые что есть бедные я просто имела все и все и резко это все теряется и когда ты ездишь на море когда ты занимаешься танцами и в тот момент я не смогла ходить на растяжку потому что некому было возить потому что растяжку нужно было оплачивать меня была художественная гимнастика и реально вот я тогда пережила на самый сильный кризис который повлиял мне кажется на меня в лет в девять в десять я начала это осознавать именно когда уже ты понимаешь что когда ты что-то просишь и тебе постоянно говорят нет 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 надо копить что за фигня что такое вообще копить и уже в 14 лет в 15 лет я стала мастером маникюра то есть 15 лет я уже пылила ногти зарабатывала свои деньги была мастером визажистом а делала брови вот очень многие спрашивают такие красивые макияжи сама сама накрашена и и вот тогда да вот появились уже такие первые деньги когда я уже отличалась от своих одноклассников вау конечно такая история про мне кажется на задуматься на задуматься особенно те кто думают там сейчас допустим смотрят такие блин вот у меня ничего не получится у меня нет там какой-то базы фундамента со стороны семьи помощи поддержки мне кажется здесь достаточно очевидно да что это не самое главное вообще не главное вот даже я знаю знаешь какая ситуация произошла в 12 лет папа ушел из семьи и тогда мы немножко поменялись ролями с мамой это сейчас я уже разобрала когда я погрузилась духовный мир древо вот это все сейчас у нас именно мама дочка но тогда я повзрослела у меня уже был брат с ним надо было сидеть с ним надо было гулять за ними надо было присматривать мама одна тянула нашу семью а с бабушкой отношения были очень напряженные то есть моя бабушка и моя мама то что мы видим сейчас этого не было бабушка тик-тик надо идти домой там ее ждет муж и она не проводила с нами много времени то есть она такая аня только два ну вот аня это моя мама аня только два часа я могу посидеть а все остальное как бы вы сами и тогда мама очень много начала работать потому что нужно тянуть меня тянуть младшего брата квартиру и я получается займа другую позицию когда я была в поддержке с мамой когда я очень много давала советов помогала и я взяла вот эту знаешь верховую какую-то роль когда нужно было вот быть опорой опорой для мамы опоры для семьи и тогда уже мой мозг не работал как ребенок я не играла в куклы особо не было игрушек единственное что не было из игрушек это машины просто потому что я до сих пор мечта об своем автопарке у меня были машины а так чтобы я вот знаешь там сидели дети играли в кулки привет хотя привет маша этого не было вот у меня был брат я с ним сидела вот и еще параллельно училась отличная кукла настоящая слушай ну и получается твой первый такой именно взрослый уже опыт в 15 лет это бьюти история то есть ну кстати на самом деле очень часто да девчонки начинают с какой-то такой историю то есть ты занимался и ногтями и бровями и макияжей все тогда появился очень в семье и он немножко вот выровнял хотя бы какое-то положение нашей семьи потому что он стал давать денег маме мама тоже выдохнула чуть-чуть и мама тогда решила уйти с найма по причине того что она забеременела и в общем там какая-то была история я до конца ее так и не поняла в общем она ушла с найма и она устроила салон красоты работать в общем из одной компании пришла в другую такая говорит все я буду теперь ногти ногти делать буду ногти пилить и потом она даже ушла из салона красоты чтобы пилить но пилить ногти дома пилить и у нее был стол и были вот лаки я такая думаю а чё стол просто так стоит то есть она же не каждый день пилить ногти а он стоит я думаю он не должен стоять мама научи меня и вот она меня учила реально там в течение недели я прям пилил эти ногти короче делала 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 и вот в какой-то момент научилась делать и одноклассники которые у меня были это уже пришла в другую школу одноклассники которые у меня были начали ко мне ходить потому что салон красоты они не могли сходить дорого а я делала дешево многоточки дорогие мои стоили 400 рублей прикиньте очень за два часа 400 рублей я была очень счастлива и тогда я начала работать тренером а вот тут еще и спорт пошел да то есть когда появился отчим в семье меня дали в спорт то есть как раз мне было двенадцать лет его 12 до 15 я занималась фигурным катанием я до сих пор им занимаюсь мы сейчас снимаем фильм про фигурное катание да будет очень масштабный проект я так скажу это моя мечта вот и тогда появилась фигурное катание и вот как раз таки за три года я уже имела клёвый фундамент фигурном катании я была лидером я везде стояла в соло у меня был партнер я всегда придумал какие-то сложные элементы еще усложните еще больше еще лучше но то есть у меня никогда не было преград и вот до сих пор ты знаешь вроде уже хорошая жизнь не преград вообще нет не знаю где у меня нету кнопки стоп да круто да и вот когда я пошла в тренерство вот там появились деньги я тогда заходила в подружку потратить 5 косарей ну да вот эта вот косметика essence она же раньше не такая была дорогая она там раньше 200 300 рублей ты на пять тысяч это просто мешок да это был реальный мешок потому что но это прям были деньги но это был очень сложный период это период когда я сдавала угэ девятый класс да это период когда у нас были прям тренировки если ты солируешь ты не можешь ничего пропускать это три раза в неделю это тренировки по четыре по шесть по семь часов мы тогда еще гастролировали я ездила по разным городам ледовые шоу вот это вот короче егэ и саморазвитие и еще тренерство а тренерство это когда ты пять часов в таком положении потому что ребенок маленький да ну как бы ты тренируешь тот кто младше и вот это было прям сложно потому что ты очень уставала ты еще приходишь надо подготовиться к экзаменам потом ты едешь на тренировку потом тренируешь детей ледово арена все в разных концах и вот ты идешь в школу у тебя в руках коньки учебники и вот ты такая поперла и у тебя нет выходных то есть понедельника по воскресенье ты занята потому что понедельник пятница эта школа две тренировки в неделю две тренировки на выходных и вот в периоды там еще вечером подкатка у детей но там были деньги зарабатывать там за неделю могла тысяч 10 заработать тренировка стоила 2000 рублей 2 2 с половиной час и вот там десятка реально выходила слушай круто как ты пришла к инстаграм и вообще к социальным сетям то есть какой момент в твоей жизни помимо всего прочего появился еще и блок то есть я так понимаю это тоже примерно плюс-минус этот период должен быть по моей логике но расскажи пожалуйста я всегда любила камеру всегда любила что-то снимать важный факт я не люблю фотографироваться для меня это вообще какая-то каторга знаешь когда бренд что-то присылать надо фоткать надо выложить я прям для меня это очень сложно но я всегда любила снимать и болтать реально рассказывать что-то я вела влоги когда мне появился первый планшет тогда бабушка год копила на мой планшет и подарила мне планшет я начинала все это снимать моя семья не любила потому что обворуют украдут убьют адрес там найдут не ругали забирали мой планшет очень сильно ругалась с родителями вообще потому что я говорю вообще не понимаете я могу снимать и тогда была настя тропе она же тоже очень молодая и она снимала блоги грил смотрите ее уже отпускают другие города почему вы меня не отпускаете игру там есть развитие я уже тогда знала что можно купить рекламу когда можно было вложить 100 тысяч и твой был блок у нас на несколько тысяч до тысяч на 50 на 70 но когда я подходила к маме говорила об этом она берет что и потом что происходит когда я была мастер маникюра нужно было где-то это развивать был инстаграм я тогда была еще с мучкой вот youtube чик изучала все короче изучала и вот у меня клиенты приходили оттуда 16 лет я открыла магазин одежды онлайн помимо всего прочего еще и магазин я обрели жесток и тут блин капец ведь мне всего 22 а я столько всего успела и его надо было развивать у меня были визитки бренды в дарья воронина две вороны когда было название потому что почему название было для вороны мама как-то сгадала одежду я смотрю на это одежду какие-то странные цифры игру мам что-то тут нечисто чем мы найдем я дня 4 искал эту короче одежду по этим кодом по этим цифрам и нашла это цифры поставщиков на садоводе замечательно поразительно гениально прикиньте и вот она ночью да и поэтому называете две вороны потому что мама была сопричастна к этому я такая говорю я короче буду открывать магазин и вот был инстаграм в руках и нужно было его развить и я развила его до 800 подписчиков до 800 800 800 дорогие ну я могу ошибаться я человек вот между прочим русский я очень хорошо сдала и на бюджет поступила ну ладно можно короче и надо было его развивать нужны были клиенты и вот я его развивала и он там развился потом у меня была организация детских праздников это когда уже на оборот моей организации был 1400 в месяц особенно в новый год 800 в новый год мы пробили оборот 800 тысяч рублей там не такой доход это оффлайн бизнес это другое там 20 аниматоров там кучу всего что ты платишь за реквизит за аренду там твоих денег намного меньше там тысяч на 100 наверно только выходила и тоже нужно было где-то развивать и я развивала в инстаграме я еще тогда особо ничего не знала проходила какие-то знаете марафоны маленькие курсы но инстаграм был в моей жизни всегда я уж тогда вела блог в августе пять лет пять лет моему блогу сейчас будет август пять лет сейчас будет ровно моему блогу у меня есть пост где я заявляю это вот как раз когда организация детских праздников появилась мне было восемнадцать лет пять лет да восемнадцать плюс четыре четыре да ну вот сейчас 5 5 получается пойдет тогда я сидела на даче и такая все короче почему я так много откладываю свою жизнь на потом все что я делала бизнес организации детских праздников магазин одежды это все было всегда для того чтобы я стала звездой то есть там были деньги которые я наконец-таки могла бы вложить в блог в рекламу из продвижения и я прям сажусь на даче я прям помню этот день у меня прям есть прямой эфир видео пост как бы все вот эта точка невозврата восемнадцать лет я принимаю решение что это училась в школе в егэленде это саша филата знаешь ну слышал я думаю точно слышал и все кто сейчас в школах учат точно знаю это на него смотрел на него капец ты бог я хочу так же он же тоже очень молодой он вот как раз тогда ему было у нас разница что-ли два-три года и тогда я поняла что это все работает и вот я уже выпустилась из егэленда сдала егэ поступила на бюджет и вот мы сидим на даче и вот перед мной телефон и я понимаю что вот либо сейчас либо все ну короче жизнь будет потеряна нужно звездой становиться дальше все деньги есть я сижу такая все это точка невозврата погнали я пишу пост и говорю с этого дня я регулярно начинаю вести блог рассказывать вести контент именно знаешь именно осознанно то есть я уже вела блог когда и в десятом классе была и в одиннадцатом девятом уже тогда я снимала им не заражали все одноклассники или тысячу с ними как ты моешь а я теперь снимаю дорогие мои как я может зарабатываю на это и но именно вот осознанно когда официально вышла в инстаграм и сказала что все надо что-то делать это вот тогда и вот начинается мой путь становления в инстаграме когда я снимаю когда я показываю это все а потом что у нас происходит ну собственно пандемия пандемия кассовый разрыв 20 аниматоров в команде а я знала что у нас много заказов у нас были брони уже на май у нас уже госзаказ моя организация набирает обороты но я не знала что кассовый разрыв и что пока ты не реализовал проект деньги нельзя тратить ну как бы деньги мне там же все по предоплатам там же бронирование там бронирование в размерах там 20-30 тысяч рублей это как хочу кардхолдер я иду покупаю кардхолдер gucci да покупая iphone в рассрочку кто боится брать рассрочки не бойтесь я 1 телефон в рассрочку и второй и третий пошла в рассрочку наушники не в рассрочку iphone в рассрочку и денег нет и пандемия я сижу вот когда спрашивают почему так много почему-то так поврослела или что вот произошло да блин то что 18 лет блин кассовый разрыв и когда на 20 аниматоров им нужно что-то платить и такая сижу ну ща порешаем ничего страшного проблем не существует нет их реально не существует проблема равно задача да ты просто переворачиваешь то что надо что-то решить в онлайн идем и мы реально спустили праздники понятное дело что там плюсы особо уже никакого не было нужно было хотя вот закрыть закрыть и момент когда запускается инстабосс они же пандемию запустили я не знаю как это попала я не знаю марго я знала даню и то как бы очень как чувака который там 100 тысяч подписчиков на то что-то там набирает я насть узнала я смотрела за нас и и короче вот этот вот да инстабосс и я такая зоне бабушки а усыпь 15 тысяч тогда 15 ну блин зарплата 30 тысяч понимать 15 тысяч это вообще архи откуда эти деньги взять зоне бабушки а на тот момент и жизни ушел ее муж то есть уже да уже было такое продолжительное время и у нее были деньги потому что мой дед он не родной одет он маме ночью но я его дедом называю это единственный мужчина моему роду которого я боялась и слушалась он откладывал всегда деньги копил и у бабушки были какие-то накопления но бабушка она как бы такая не не все в дом мы все копим это нельзя тратить дождик зарядил смотри что делается я звоню и я понимаю что надо продавать идеи по-другому как бы ну надо курс покупать а я залетаю на последние 20 минут вебинара а тогда же я не знала что есть окна что потом еще будут продавать надо я реально короче в это поверила что типа вот все только после часа ну и бабушки значит ночь я говорю бабушка я ее Галя называю Галя говорю у меня к тебе есть разговор я реально тогда прям доказала это были первые деньги которые наконец-таки мне дали на инстаграм и на моё развитие мне дают 15 тысяч я беру получается стандартный тариф и я просто ухожу с головы в обучение там была сессия тогда был очень сложный этап тоже сессия тренировки подкатки это все вместе я еще тот человек который вот мне была организация праздников я же могла говорить я босс я не работаю я ездила на заказы это огромнейшие баулы сумок у тебя в день по четыре заказы и вот ты такая и забудь я прошла уже не вернуть ну ты типа там эльза да ты там супер кошка то есть я признала всех героев и моя организация была очень заметной на рынке и когда я уже распустила аниматоров я выходила на заказы потому что они были и было очень мало потому что потом все поняли что в целом то в пандемию можно работать заказов было мало я работала еще вот был вуз я вставала в 5 часов утра смотрела этот инстабосс вот это все записывала 8 часов утра у меня начинались пары а у нас были очень жесткие пары их нельзя было пропустить и староста господи какая жена была противная ну как бы каждый она из ростова и в общем ей нужно было мое бюджетное место она прям претендовала на мое бюджетное место я говорю давай договоримся давай ты не будешь менки лепить но там препод не видит то есть все зависело реально от нее нет я с тобой договориться не буду и то есть ты должен был реально сидеть на этих парах слушать этого преподавателя я слушала этого преподавателя делайте кучу задач и потом вот такая выходила в сторис вот и вот тогда я прям уже осознанно снимала я понимала что и что-то есть еще и закончила инстабосс после инстабосса знаешь мы сейчас так хотим чтобы все наши ученики из полного нуля 100 тысяч сделали а я вот сейчас себя вспоминаю это сложно а купила этот инстабосс на 2000 я заработала 15 я заплатила 17 с половиной я заработал ну то есть и это нормально и задача тут дальше идти вот так вот начался мой путь в инстаграме в онлайне слушай очень вдохновляю да давай сейчас конкретно вот остановлюсь на каких-то моментах которые интересно из твоего рассказа исходя узнать у тебя сейчас практически 50 тысяч подписчиков да расскажи наверное три пунктика которые помогли тебе набрать аудиторию я думаю это очень актуально многим мне очень интересно самой что-то делал поэтому давай 33 пункт первый пункт это стабильность стабильный контент стабильные стабильности где-либо то есть твоя задача везде появляться везде быть постоянно как-то контактировать чтобы были какие-то отметки чтобы тип ты была видимая то есть первое реально стабильность в чем мой да вот секрет как раз таки уникальности что это же этот же рост пришел за год я начала продвигаться ровно год назад но мы таргет уже не берем да говорят что сейчас невозможно вырасти в блоге когда возможно 3000 подписчиков вот получается за год я выросла до 50 это я по факту вот эти 50 они появились вот с десяти тысяч в мае я начала просто вкладывать больше вот произошел второе дорогие мои нужно вкладывать деньги в трафик пожалуйста татушку себе где-то набейте поймите вот я всегда спрашиваю учеников давайте еще раз разберем куда вы ко мне пришли и вот они сидят и они все пришли от блогеров игру почему маша ты закрыла клиента на 200 тысяч и не вкладывать деньги в рекламу и там от реально какой-то страх тысячи вообще отговорок и у нас например на премиальной программе это важный пункт я не беру людей которые не готова вкладывать я заранее программа проговариваю и мы просто значит правильно делать на самом деле но второй пункт давай по это тоже вкладывать деньги в рекламу регулярно вот знаешь что ты говоришь я вложила 15000 ничего не окупилось не сработало детка любимая моя 15000 сегодня 15000 через недельку 15000 со следующего клиента вот пришел тебе клиент на 40 тысяч в идеале 20 отложить обратно в рекламу не можешь 20 хотя бы 15 но регулярно то есть вот реально просто задача первое регулярно второе вкладывать деньги третье третье сейчас на рилса возможно мне кажется у тебя они очень хорошо залетают нет да есть честно не особо залетают да у меня приходится левая аудитория я выкладываю сейчас челлендж 20 рилс 100 процентов рилса надо выкладывать но я бы наверное больше второе знаешь во что посмотрела в главный стоп то есть давай вот я реально хочу обратить на это внимание то что рилс это все понятно все все знают дорогие да надо выкладывать рилсы но это вы конечно приходит меня у девчонок у учениц по 100 по 200 человек приходит рилсов но я бы хотела сказать наверное то разобрать вот эту вот причину люди боятся вкладывать почему то что они не окупают они боятся что они не окупит трафик что это вот это не ца пришла что же ты деточка говоришь все люди это ца абсолютно все и даже твои ученики твои вот подписчики все кто на тебя подписан это вся твоя целевая аудитория и вот третий пункт признаться даже знаешь что научиться серьезнее относиться к тому чтобы научиться окупать этот трафик и здесь задача не в том что нужно быть каким-то гуру иметь тысячи кейсов нет научиться выстраивать логическую цепочку как ты окупишь этот трафик заранее а не когда пришла аудитория в блок да непонятно на что и ты такой сидишь думаешь она не целевая нет вот ты ты купила рекламу что дальше с твоей аудитории будет куда ты ее ведешь на что ты ее ведешь как ты с ней контактируешь какой контент ты показываешь да любой человек который пришел в инстаграм он зачастую хочет там зарабатывать хочет быть похожим на тебя и твоя задача понять как ты можешь его довести вот в эту точку б и вот разобрать страх вот прям все эти честно сказать я не вкладываю бабки да на самом деле потому что я боюсь не потому что нет денег они все закрывают клиентов должна 25 тысяч когда ты закрываешь клиенту тебя есть деньги ты же не идешь дальше вкладывать рекламу ты такая типа потратила вот это вот знаете слишком много надо оплатить рассрочки что там команда там надо что-то купить себе обязательно а потом они приходят я уже всем продала и в моем блоге нет людей понимаю конечно нет людей потому что ты реально выжигаешь аудиторию поэтому первое это стабильность регулярно да второе это мы деньги вкладываем рекламу реально не жалеем и вкладываем деньги в рекламу и третье мы заранее продумываем что мы будем делать с этой аудиторией вот и это действительно так в чем мой рост моя уникальность просто начала увеличивать бюджет то есть сначала я там начинала с бюджета в 50 тысяч потом я увеличила сто и вот последние месяцы мы вкладываем каждые два месяца по полтора миллиона в рекламу вау поэтому очень хорошо покупаем вот кому интересно вот баттл да мы уже купили и эти люди идут куда пешком от москвы до питера 14 дней и мы их догнали встретили здесь и меня здесь взяли на слабо я предлагаю даше прожить мой день просто вот пройти во-первых пешком все это время найти одежду найти еду найти где помыться а если не справиться то круто круто ну прям да то есть потому что я точно понимаю что нужно сделать человеком который попадет в мой блог реально заранее просто простраивать этот путь и все и еще важный факт это вот лайфхак я вам поделюсь чем тем чем делюсь учениками так поймите что когда вы начинаете продвигать свой блог вы начинаете расти у вас был дом где все знали что вы наставник по продажам а в этот дом пришли разные люди кому-то ваша энергия понравилась ваш взгляд кому-то то как вы одеты и ваша задача становиться масштабной личностью вот мы когда с тобой общаемся можно разной темы общаемся мы же не говорю что я спрашиваю поворотничком да кстати очень хорошая мысль мы на разной темы общаемся так вот и в блоге дорогие мои нужно масштабировать свою личность потому что вот я общаюсь с каждым своим подписчикам реально в директе постоянно на связи не знаю у каждого что происходит и поэтому меня любят поэтому там вот у меня в блоге охваты там 8 9 тысяч ну вот в стабильное время иногда там они могут опуститься когда я делаю прогрев до пяти тысяч но это нормально но на лайфе всегда сильное увеличение то есть и каждый видит свое я и для этого расскажу и для кати покажу шампуни и для маши покажу платье и для этому кати насти расскажу что я все-таки эксперт и как это ну как здесь тоже можно заработать и поймите что к вам приходят и новички и вот и для них на что-то сделать да тогда вас будет смотреть тогда вас будут залетать рилсы и тогда к вам вот наращивать вы знаете у меня же после баттла очень маленькая писка если ты обратил внимание мы пробили в баттл пятьдесят одну тысячу и у меня осталось сорок семь это хорошо это очень маленькая писка потому что даже в момент баттла если ты наблюдала я показывал своих учеников и сразу показывал свою экспертность то есть внимание нужно заранее выстраивать слушай на самом деле хочу это подытожить немножко мне кажется ты сейчас говоришь такую мысль тоже они очень много думают транслируют там ученикам вообще в целом блоге что это про заботу это когда ты думаешь не только о себе и о том как тебе круче себя продать как себя показать и так далее когда ты думаешь человек который блин сейчас возьмет телефон он в такси он в метро он не знаю в ресторане он где-то он идет на бегу и он посмотрит stories он должен понять да и он должен что-то вообще для себя вынести они просто там вот сюда я очень хочу узнать сейчас отнести вот людей которые делают там непонятные шрифты которые там просто монтируют какой-то фильм целый stories пожалуйста никто не будет смотреть никто не будет читать и очень классная мысль рассказала на самом деле мне кажется это очень полезно многим прям вот зазубрить зазубрить да просто блок он для людей вот я даже захожу в кофеманию и я увидела сразу там своих трех подружек и не блин вот я тебя увидела настроение поднялось и вот в блоге важно светить реально потому что там есть люди только пришли в этот мир которые только увидели что такое условный инстаграм и вот даже их уровень энергии еще очень молодой а ты своим уже можешь их осветить и зарядить даже они должны что-то получить получить и понять что здесь вау слушай круто но важный факт если вы сейчас идете к первым 100 тысячам даже к 300 забудьте про это просто блин да вот реально потому что вот это вот любовь на деньги деньги в легкости дыхание матка это все очень круто но когда вы хотите первых результатов надо делать никто сидя не заработал еще миллионы первые а второй этап это вот как раз тут когда ты уже понимаешь что есть миссия что есть что-то больше чем торч соночная да и вот тут начинается уже действительно путь когда ты будет очень много чего устраивать для учеников я думаю да да кинотеатр и гости это огромные траты и это просто потому что мне по кайфу с ними тусоваться просто по тебе хочется чтобы людям было хорошо с тобой рядом и они классно проводили все время это очень у меня вот мурашки тоже вот они приезжают сидя просто не привыждают понимаешь и вот это то что я хочу их расширить инструмента классно круто но есть что-то за слушай прикольно давай немножко как раз собственно подтвердим тот факт что мы общаемся не только на экспертные темы расскажи вообще вот что у тебя сейчас происходит в личной жизни я думаю что это очень много интересно хотя бы немножко приоткроем так с тобой дверь вообще ты в отношениях ты в поиске как ты себя сейчас чувствуешь давай немножечко вот прям вот в эту сторону у меня закончились отношения которые длились почти два года и я счастлива что они закончились крутой опыт очень тяжелый очень сложный но этот опыт меня вырастил если вот увидеть мои фотки там меня полтора года назад и сейчас это абсолютно две разные личности я понимаю почему я оказалась в этих отношениях я понимаю зачем они мне были даны и я капец как им благодарна когда я это кому-то рассказываю там близкому другу близкой подруге что там было даже психолог мы ведь они они все настолько в шоке и они говорят просто благодари что вот реально такой опыт не получила свои 22 я благодарю потому что когда ставишь себе большие цели уроки в жизни приходят под запрос а что же у меня сейчас да на каком-то сейчас этапе просто когда долгие отношения мне кажется еще непростые в юном возрасте особенно в медийной сфере достаточно сложно сложно да это были первые медийные такие отношения и было сложно вот сложно как раз таки расходиться потому что вы в медийном поле у вас все равно есть какое-то пересечение аудитории все вас знают сложно но я в какой-то момент на мальдивах это дальнего тогда когда уже рассказала прямо до 100 retail приняла решение что все то есть я честно понимаю что эти отношения не приведут меня туда куда я хочу это не те отношения которых я мечтаю которые я хочу и как бы красиво не создавалась иллюзия картинки в блоге я знаю эту правду что было там и важно услышать себя то есть это не знаю что там какая-то была красивая картинка которой не было на самом деле все было реально все все было там да но но помимо есть еще моментики даже там условно подарок вот вот этой сумки я знаю что стоит за этим подарком и какой вклад я приложила к этому потому что мужчина никогда в своей жизни не делал такие подарки и там офигеть какой какой был проделан путь работы но я рада потому что я прокачала себя очень сильно в плане женственности в плане вообще женщины и вообще понимание то как я еще могу что сейчас да какой период период секса еще раз знаешь расходимся период секса с жизнью почить слюной задний проход и вставить период влюбленности в свою жизнь период возвращение самой себе себя когда я наконец-таки услышала себя свои истинные желания перестала их бояться потому что потому что как будто бы я подутихла и вот как будто бы так много на меня навешивали знаешь вот так так и так что ты не слышишь себя и чего ты хочешь и я сейчас так громко заявляю в своих желаниях потому что это я настоящая это моя энергия я думаю ты видела что я поставила цель на Rolls-Royce я точно знаю мы с тобой потом пересмотрим этот подкаст обязательно будет да вот и у меня сейчас действительно такой период со мной знакомятся мужчины я прям вот такая вся корочная энергия но важно я вам тоже здесь скажу что фокуса на этом нету готова ли я сейчас к отношениям нет сто процентов потому что нужно время еще ты знаешь у меня прям сейчас стап реализации вот я себе я сейчас беру полтора-два года когда я тотально ухожу в реализацию когда уже не что-то там и там вот сто учеников я хочу вот прям пять тысяч учеников я хочу создать что-то настолько массовое масштабное вот как глава кока пятнадцать тысяч зал собирает вот я хочу так и сейчас я убрала все что мне мешает в этой жизни все что меня сдерживает и я всегда мечтала по-крупному и очень масштабно это тоже что позволяет мне всегда двигаться и вот сейчас я наконец-таки вот в той позиции когда тотально все отпущено когда не хочется назад нет вот этого ну может быть надо попробовать мы раз пять расходились и сходились ну да там такое все уходи нет нет вернись ко мне ну да нормально уходи дверь закрой у меня теперь другой качельки и сейчас окончательно разошлись я счастлива вот груз ушел фундамент сейчас такой прям очень сильный чувствую на все вокруг кто меня видят говорят ты так сияешь ты как светишься мне так хорошо я вчера еду на ламборгиза на мужчина знакомстве я такая вот вот сейчас период вот такой вот то есть я реально ознакомлюсь я общаюсь никого близко я сейчас ли не подпускаю я дружу с мужчинами у меня есть мужчина друзья с кем я вижу с кем я открываю там тоже обмен энергии но я эту энергию сейчас увожу в реализацию то есть там я ее получаю очень мудрый подход да очень да потому что сейчас я хочу реализовать то что у меня есть тот весь потенциал который у меня есть а у меня офигеть какой потенциал и сейчас я тотально выбрала путь где я реально для людей вот я поставил даже намерение на подкаст и вот это для людей да мое намерение на полтора два года тотально отдаю и создаю очень масштабный масштабный проект слушай у меня прямо смой знаешь такие мурашки немножечко мне очень хочется еще вернуться к вопросу фильма и фигурного катания сейчас если в твоем графике это на каком-то этапе что ты планируешь вообще в спортивной карьере у тебя есть ли какие-то еще там незакрытые гештальты скажем так и фильм то есть расскажи немножко про что он когда он выйдет как ты там ну собственно принимаешь участие как ты вообще насколько там эта идея тебя сейчас зажигает но я думаю что это очевидно да но расскажи в общем от себя еще про идея которая стоит 500 тысяч и это только приблизительная смета вот знаете я такая на сижу думаю куда бы потратить деньги и ты у меня сегодня спросила зачем тебе подкасты да это же расходы говорит мне дальше мне всегда вот очень интересно я очень много сдаю вопросов и вот тоже вам лайфхак всегда не стесняйтесь задавать вопросы самый глупый вопрос незаданные вопросы это факт я всегда так а почему а как что а где почему тут студия да как ты это выбрала почему ты вообще сама снимаешь потому что это важно что я тоже общаюсь с учениками и мне хочется им отдать все вот такая так так вот тут идея давай это сделаем точно получится то касается фильмы морально сложно мы уже переносили два раза съемку сначала я лишилась голоса и я точно понимала что я не могу в таком вот кстати сейчас мы пишем подкаст это уже почти мой голос он мягкий он такой манкий это вот почти мой но сейчас я я лечусь второе потому что вот эти вот были отношения которые вот так постоянно жестко очень качались и важно чтобы никто ничего плохого не думал завершу эту мысль все ок мы прекрасно реально хорошо разошлись нет никаких обид все супер просто благодарны за весь путь который мы не вместе мы были пазлом как я это рассказывал действительно так каждый очень сильно друг друга дополнил вот и что значит фильм как это было я всегда учусь и я сижу только думаю надо найти уникальность где я уникальная и прям все начали говорить про фигурное катание очень сильно а я реально понимаю что во многом благодаря фигурному катанию ты вообще здесь я здесь я умею просыпаться я могу спать по три-четыре часа и быть на нереальной энергии у меня есть дисциплина я четко понимаю что не получится ну там вот нужны тренировки нужно несколько раз пробовать знаете на фигурном катании я привожу метафору упал-встал 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 так же и здесь в бизнесе упала встала дальше иди типа что ты как тряпка у нас было с девчонками такое выражение типа соберись тряпка и у меня нет плачевных историй с фигурным катанием мне не нанесли никакой вред у меня единственная плачевная история что у мамы не было денег и я не стала олимпийской чемпионкой но сейчас я понимаю почему так потому что я должна быть звездой если бы я ушла в олимпиаду ну там были бы только тренировки в моей жизни фигурное катание дополняла мою жизнь у меня никогда не было много тренировок то есть у меня по факту было четыре тренировки в неделю это немного обычно каждый день по два раза день вот потому что я была получается есть отдельное направление фигурного катания балет на льду это когда двадцать человек одновременно выступают на льду был этап когда меня пригласили в сборную потом получила травму и не попала в сборную вот и окей оно так и должно было сложиться но тогда это было очень травмирующее и это буду раскрывать фильмы потому что ну тогда когда я получила первую серьезную травму моя жизнь второй раз рухнула знаете перерождение вот и как раз благодаря этому я начала ты глубоко уже изучать инстаграм время появилось времени тогда не было потом оно появилось вот почему фильм потому что я искал свою уникальность и я поняла что вот это мой такой сильный якорь выступать вот если ты меня увидишь на льду я обязательно тебя я уже представляю на именно фильм вот обязательно отправлю приглашение вот если ты меня увидишь на льду это будет мы прям вы знаете вот я сняла себе ледовую арену и заплатила за нее 300 тысяч интересно какое свидание теперь мне может устроить мужчина когда я в свои 22 арендую ледовую арену вот это тоже саботировала дорого то что дорого а точно ли это надо я такая короче вот поэтому два раз переносили съемку сейчас уже оплачена арена поэтому уже точно снимаем большая команда более 15 человек в съемочной группе очень много подготовки актеры поиски сценарий туда же нужно заложить смысл какой смысл не просто же что я такая типа крутая звезда фильм смысловой то есть он опять же таки я у меня люди должны сесть уйти с пониманием и осознанием как им дальше развиваться фильм формате мотивационного что там будет то есть там будет там моя история ну то есть у нас не было денег вот это вот очень тяжелая история надеюсь что сейчас не заплачу моей семьи не было денег и в какой-то момент появился дед не знаю откуда он появился это мой родной дед мамин папа мы вообще с ними общались но он просто подарил мне коньки и спортмастера самый обычный но тогда для меня это было вообще типа спасибо на небесное и денег же не было а я мечтала быть фигуристкой я прям мечта у меня прям ну я прям кресила у меня была книга фигурному катанию и вот зимой я бежала домой за школы ледовую коробочку и по я просто я мечтала я загадывала реально что я отправлюсь на фигурное катание через четыре года семь десять через пять лет пять лет прошло да вот восемь лет мне было в двенадцать появился отчим да вот где-то вот в общем где-то через пять лет появился отчим и говорит хочешь фигурным катанием заниматься будем вот я взял еще одну подработку это очень дорого это очень дорогие коньки и вот я начала заниматься фигурным катанием и когда я пришла в спортшколу я была со всей базой и тренер мне вы приедете не поверил что я типа сама научилась а еще перед этим там еще было там когда я начала откладывать деньги с обеда и ходить на уже закрытые ледовые арены там это уже тренировалась то есть я прям грезила фигурным катанием и вот в фильме будет рассказан мой путь становления как важно не сдаваться или как знаешь ну вот придет трафик я начну снимать а пока же его нет мы сначала снимаем потом трафик приходит мы сначала учимся потом приходит все под запрос и фигурное катание в моей жизни она занимает ключевую ведущую часть и в этом фильме глубинная мысль это то что никогда нельзя сдаваться опускать руки даже когда кажется что все в этом мире рушится будет сутки сниматься фильм я не знаю как я это буду вывозить потому что вечером должны приехать на ледовую арену и там вот развязка всего что я все-таки стала фигуристка и выступила и вот это вот все такое вот красивое но с утра там будет девочка маленькая которая бежала со школы шла на ледовую вот эту вот коробочку вот с таким бугристом льдом и по этой книжечке училась падала и вставала мне кажется знаете вот характер вот он какой-то вот он с детства сто процентов от туда нельзя сдаваться ну то есть нельзя вот у меня в мире нет слова невозможно нельзя не получится ты человек вот я тогда у меня даже есть после не знаю как мы маленькую головушку приходили такие мысли но я такая вот у тебя есть два четыре часа и у меня есть два четыре часа мы одинаковы неважно какая . время есть у каждого у каждого значит мы можем все почему кто-то один на ворселе катается кто-то ментхауса имеет ты нет значит что-то не то делаешь поди и сделай мурашки да что ж такое что ты делаешь искренне вот да и у меня реально я не умею врать если мне плохо я говорю что мне плохо если я не могу вот в моменте там я говорю что все я не могу но просто потом дальше иду я очень искренне мне никогда нету не могу врать не бесит прям ранье не могу юлить и вот это вот короче это не мои ценности поэтому мурашит потому что действительно поток вот короче фильм будет очень мощный снимаю тоже кинотеатр соответственно это как караткометражный фильм ну да вот но будет очень круто и я уверена что люди заплачут точно заплачут и идут большими осознаниями и будут пересматривать этот фильм в самые трудные моменты в своей жизни такая реклама прям прикольно мне прям понравилось мне уже интересно посмотреть она умела продавать все даже фильмы если что значит 8 900 пишите мне ватсап как мне сказала даша в голосовом и продиктовала номер я первый раз такой вообще кстати директор был завал и надо тебя не потерять я могла только записать голосовое потому что я убегал и не могла печатать да это было прикольно я такая о ну понятно уже как бы тут интересный человечек слушай сейчас хочется знаешь к такому небольшому блицу перейти что ты так очень подробно рассказываешь сейчас будут вопросы они будут разные по объему то есть ты можешь там тоже что-то рассказать но как бы вы знаешь такой фокус на конкретный вопрос я думаю что это будет очень интересно быстро отвечаем да ну постарайся да если хочется что-то здесь остановиться рассказать будет прикольно это знаешь просто мне дали поговорить я же молчала класс да кстати ты же молчала между прочим так первый вопрос какая у тебя сейчас заветная мечта такая самая может быть детская может быть девчачья какая-то такая сокровенная сейчас самая масштабная мечта это реально быть масштабом стать той звездой той той номером один где прям дарья воронина которая меняет жизни людей моя главная миссия показать что в этом мире возможно все вот все вот я хочу этому обучать людей чтобы не боялись зарабатывали деньги и шли в реализацию если уходим на материю то это rolls-royce это вот такая одна из таких очень масштабных целей и вот в сентябре я покупаю себе роликсы ну это уже так как бы просто за запуск да будет такой подарок класс ты уезжаешь дубай да почему что для тебя когда ты уезжаешь насколько да не безопасно жить в моем доме сейчас вот а ты сити да да я начинается в небе и не очень безопасно я в принятии все окей это мир мир проходит свои уроки я вообще юрист почти по образованию просто не закончила поэтому почему в дубай мне раньше что-то здесь держала отношения что-то короче еще а тут я не хочу здесь быть ну то я в дубае очень много знакомых мужчин абсолютно других которые очень умные очень классные там абсолютно другой уровень мне важно сейчас чтобы реализовать все свои цели весь свой потенциал быть на очень высоких вибрациях и дубай это действительно мой дом когда я туда приехала я прям почувствую очень многие говорят что там сносная энергия что мне очень но я там увидела душу свою энергию да просто я на такой энергии двигаюсь поэтому лечу в дубай и прям реально жду в сентябре момент а у меня вот квартира заканчивается 14 октября я думаю что скорее всего вот в октябре и буду уже брать билет и улетать туда вот плюс мне визу дали на полгода оттуда я хочу в париж италия я просто полгода жила во франции и ты второй человек за эти съемки кто говорит вот кто-то был в париже ты полетишь по решим у меня все такое сердечко париж париж полетали запишут на второй подкаст слушай а это мысль между прочим так давай дальше а ты дружишь с блогерами со многими такой вопрос как подружиться с блогерами как сделать это правильно потому что многие это идет очень бестактно неправильно навязчиво как фанаты то есть вот твой какой-то опыт как дружить с медийными людьми первое покупать курсы вот на самом деле это действительно так покупать курсы второе это не дружить с блогерами и дружить с людьми то есть я очень со многими знакомы но близкие связи не со всеми и как это произошло когда мы познакомились с моим бывшим мужчиной он был блогером крупным у него было 300 тысяч подписчиков я была экспертом по продажам и вот нам вот мы должны были стать пазлом ему нужно было научиться прям продавать и уйти в наставничество вот в это все он как раз у него был на это запрос а мой запрос был на то что я хочу уйти из окружения предпринимателей потому что я была в окружении предпринимателей бизнес вот это вот все и я хотела вот движухи кайфы молодого окружения но вот другого вайба и вот мы мне кажется вот это мы сошлись и в итоге мужчина стал наставником да мы полностью там любили влились вот в такой какой-то контекст все такие короче вот на вайбе вот и вот так я попала в окружении важный факт меня-то все знают как дарья воронина не как там девушка вот этого мужчину вот тут мой лайфхак и секрет это опять же таки отсыл к людям и к тому что я очень искренне и вот я это ученикам на последней встрече рассказывали как подружиться с блогерами ну вот у меня ученики подружили сейчас блогерами одна уже записывает целый модуль блогеру вторая уже что-то там договорилась с другим блогерам я знакомлю то есть я специально прикольно прикольно мои продукты не стоят дешево потому что там есть связи а связи очень важный ресурс да то есть мы я очень это выстраиваю как к конкретно я учу их выстраивать глубокую связь так вот как я познакомилась когда меня там привели на там вообще даже никто привет мне не говорил кто это 3000 подписчиков то это маленькая девочка и все я просто не шла объединять людей я устраивала блогерам завтраки я организовывала какие-то девичники то есть вот я в июне познакомилась в августе организовала девичник на двадцать пять блогеров после которого меня еще месяц встречали и благодарили господи спасибо что ты это создала я пригласила нейрографику ну то есть я прям вот реально для людей да вот опять же таки то есть это когда так я хочу познакомиться с блогерами как нужно что-то сделать нужно организовать и вот так вот все оно выставилось потом я звала людей на каток потом я вот зимой приглашала их всех на завтрак там все вот марика там полина вот все 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 и все так благодарили и а мне так было по кайфу то есть мы реально сидим мы там завтрак и причем это были действительно большие на самом деле траты там то тоже самый завтрак у меня там была красная икра там красная рыба там да я очень красиво украсила елку и вот так вот все связи и выстраивались потом просто покупала везде премиальные тарифа на обучениях постоянно кто-то отмечает приходит трафик вот на всех событиях я появляюсь везде где все есть чтобы я ну то есть это работа и почему сейчас уже есть дарья воронина на рынке потому что я блин два года вот реально фигачила где я на всех мероприятиях на всех тусовках на всех событиях да вот ты даже видела вчера ночью мы пошли поздравлять вот в каждой мелочи вот тут вот идет рост поэтому сейчас это окружение где уже есть связь даже там с катя а дужкин и да условно прикольно когда мы такие мы в детстве по-любому с тобой вместе смотрели за ней я кстати не вспомнила этого потом когда уже посмотрела ее влог я такая думаю да блин реально смотрел я была 10 11 сколько господи нам тоже пример влоги у нее были да да вот и это было реально прикольно и вот мы учились на курсе вместе а потом просто говорю давай вот это слушай а тут это я иду на курс и и уже катя такая вовлекать потом ты видела баню организовывать девочек ну то есть вот до сих пор это есть и и тут от меня уже там катя качонок зовет на показ и я и такая зовет на завтрак потому что а я тоже ее позвала в общем вот прикольно сила идем в контакт в тесный и узкий это важно не поверхность не поверхностно я все могу сейчас выйти в кофеманию там все мои знакомые но глубокий нужно выстраивать к вопросу зачем мне подкаст это тоже очень хороший способ общаться именно глубинно с человеком раскрыть его так как ты вот просто в кофемании например не познакомишься не подойдешь не спросишь а чё за фильм а чё у тебя будут матча с отношениями ну типа так не сделаешь целом открытая у меня кто-то что-то спрашивает я всегда отвечаю на самом деле реально я очень люблю фоткаться с подписчиками я обожаю когда ко мне подходят мне прям реально нравится и даже мне есть что-то с важным я такая если я готова ответить я всегда короче отвечаю вот но по факту да действительно вот тут уже в контексте подкаста уже другая глубина так следующий вопрос в чем женская сила в счастье в счастье любви я считаю что побеждает тот кто искренне любит побеждает тот кто искренне радуется и вот эти два компонента с которыми я делаю то что я делаю я делаю только по любви и только то что действительно дает счастье мне счастье окружающим то что меняет меняет лучшую сторону класс какая-то в отношениях можешь прилагательными знаешь яркая отдающая заботливая верющая щедрая любимая я такая для людей то есть если я так проявляюсь к ученикам условно то в отношениях это еще больше потому что связь глубже я знаю что хочет мужчина я это узнаю в зависимости от мужчины максимально стараюсь этого дать проявиться я сексуальная то есть в отношениях я другая и другая моя субличность которая одна другая она просто тот кто ее знает это вау это вообще другой уровень то есть мужчина улетает там в космос вот даже мне интересно да я так в блоге не раскрывались потому что это мое это мое личное вот но вот тут вот так прикольно связь устраиваем интригующе там действительно так вот и я настоящая ты знаешь я вот такая какая есть я не стараюсь быть какой-то быть вот это вот если мне хочется быть с пучком я иду с пучком вот но вот для меня в отношениях важно что этот тандем то есть даже с людьми если общаюсь дать получить отдать получить ну то есть да баланс давайте брать он реально должен быть вот поэтому в отношениях я настоящая первую очередь такая же какая я здесь сегодня да шулька вот прикольно очень на штука тоже теперь интересно ладно ладно а расскажи где одевается даша воронина давай топ наверное может быть тоже три своих любимых бренда или шоурума магазина не знаю как три камеры сейчас смотрят на нас то я в них все в три посмотрела ненавижу этот вопрос мне каждый раз в директе задают вопрос где ты мне кажется это так интересно это знаешь что-то из разряда подобраться к блогеру к человеку который вот видишь на экране и заглянуть его шкаф с бирочками желательно чтобы понимать кто откуда где что я не знаю даже вот это платье которое сейчас если ты захочешь бирочку может потом после подкаста посмотреть объясню ситуацию я покупаю вещь которая мне нравится меня нет такого что я выношу только бренды или я там не самая с тобой еще пофиг во первых мне стилист моя прекрасная гала она меня всегда одевает поэтому я уже не знаю какой это бренд и какой какой откуда эта одежда она приезжает ночью приезжать большими пакетами я просто забираю вещь который мне нравится и все зачастую я могу срезать бирки поэтому я реально не знаю откуда платье в третьих если мне нравится я спрашиваю девочки какой-то шоу-рум еду туда я забываю это название этот это с патриков с патриков точно почему не люблю этот вопрос ну то что я реально не запоминаю что делегирование моменте да если что-то нравится я даже могут скинуть стилисту сказать найди купи пожалуйста я все оплачу вот или также вот приезжая на съемки там одежда я это все покупаю поэтому я очень не люблю этот вопрос дирекция я не знала если я вот ну все окей да и реально если так моменте то есть нет такого что я не даю одежду кто-то еще так думает потому что люди будут одеваться так же как я да не вообще только за просто я не знаю даже вот лифт вчера ехала девушка девушка вот так красиво одеты что это игру посмотрите я действительно просто не запоминаю нету вот какой-то такой ценности а так любые шоу-румы вот все что вижу все что мне нравится нашла в инстаграмчике сказал ассистенту купи мне тоже то же самое вот и фоллевел мне нравится вот это вот фоллевел фоллевел да вот фолл на патриках то что короче есть вот мне нравится этот бренд остальные бренды я не я не запоминаю костюм спортивный манекен вот на днях к ним приезжала вот последний раз платье со мной сотрудничала я кстати у меня каждый день очень много запросов я почти всем шоу-руму отказываю потому что такая некачественно некрасивая одежда для меня так скажу просто что важно качество сексуальность то есть все мои почти образы они очень сексуальные и третье это чтобы все-таки отражало какой-то мой фирменный стиль это вот оля вроде бы открытый как риск такой платье короткое а это шорты на грани ходим по грани вот это мой стиль слушай прикольно назови топ-3 краша мужчины это могут быть актеры в общем любые медийные люди блогеры актеры предприниматели исполнители режиссеры все что вот в голову приходит а краша в каком смысле ну вот ты сможешь он такая боже смотришь с ним сериал и такая боже как с ним познакомь как серфан баллад знаешь в большинстве случаев у людей даже не знаю вот люди видели бентли в моих stories так и они такие о это твой краш так 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 это был жилин потом я его показала так у меня вообще нет краш мне кажется короче на самом деле в медийном пространстве у меня нет крашей мне в медийном пространстве очень никто не нравится потому что во первых я встречала с блогерами я больше этого не хочу нет больше 100 девушек кстати так говорят которые встречаются с медийными людьми надо вывозить может быть парни тоже просто я не спрашивала но как бы статистика да может быть реально но в целом мне вообще прям нет вот я не против того чтобы мужчина был инстаграм даже если он раскрученный но все-таки я больше за предпринимателя у меня реально нет украши есть крутые мужчины с которыми я знакома которые очень богаты очень умные очень начитанные прям вау то есть от которых меня прям будоражит и это вообще мужчина но у нейм от того что я скажу имя вообще ничего не поменяется в этой жизни ничего не произойдет есть один исполнитель с которым мы общаемся это женя это джи ними неоновый свет пол но я кажется много кто знает вот мы с ним очень очень хорошо общаемся это мой друг это мой краш я бы даже так ну вот если мы сейчас здесь используем краш но это мой друг мы очень много общаемся мужчина мой меня к нему бывший ревновала постоянно вот мы давно дружим давно знакомы и это именно краш в том смысле что он меня очень много мучает то есть я понимаю как мужчина может относиться к женщине я понимаю как может устраиваться связь какой может быть умным мужчином то есть когда мы видим что там личный водитель мы такие ну короче я с ним захожу и чувствую цариц вот просто цариц вот поэтому ну вот назовем его я же обещала раскрыть какие-то карты вот и мне многие спрашивают что за треки что за треки а это в основном не часто бывают его треки то что у него крутые треки но это он скидывает мне такие треки которые еще даже не вышли вот мы с ним хорошо очень эксклюзивчик это реально может быть актеры сериалы фильмы любишь слушай знаешь кто мне нравится да наверное можно сказать в плохих мальчиков конечно я люблю вот эти травмочки какие-то я сейчас стараюсь на них не обращать внимание на эти травмочки есть есть сериал жизнь жизнь который врач я смотрю сейчас что-то не мало но этот наверное к крашам отнесла знаешь короче мне очень важно чтобы мужчина был доминирующий вот с этой сексуальной энергии вот нём чувствуется я прям согласна я буду слушаться делай что хочешь да вот такое мне нравится в порядке разумного в порядке разумных вещей чтобы это не было абьюзим абьюзом абьюзивными какими волнами вот давай третьего третьего да надо еще сейчас мы подумаем третий краш чью музыку слушаешь еще кроме горк рид но мне больше нравится что он гей но это был мой муж я всем говорил что это мой муж я хотел на все его концерты я была фан-группе я была там в первых линиях я приходила на концерты девять часов до начала краш вот слушай ну наверно давай еще знаешь как мы сделаем сейчас идут подписки даже интересно но я бы даже ни с кем реально не общались меня есть еще один мой краш тоже он находится у дубая тоже . мужчина у меня все мужчины со строительными компаниями ого не знаю почему но я согласна ну ладно его тогда мы назовем его тоже никто не знает вообще новый день вот но тоже такой очень клёвый мужчина мы с ним познакомились когда вот была в дубае очень умный он армянин ого интересненько энергия вот эти вот вайбы вот у армян есть это твой когда вот знаешь как ты моя и вот запомни первое я не занимаюсь любовью макарона скребаю на который мы только что поели так нормально я бы сказал мне дает эту энергию какую-то вот поэтому в общем назовем его ними не скажу потому что он у меня подписан есть подписках но это он но он знает ну поймешь прямо держим как коннект сейчас полечу в 2 увидимся класс есть у себя какие-то любимые заведения в москве где можно встретить тебя на ужине на обеде может быть на завтраке давай ну я не буду говорить вот это вот своими кофемания кофемания зеваясь тебе очень редко а если не очень нравится на самом деле но от последние еще до 2 дня я там была так это кофемания я там чаще всего но сейчас там закроют веранду и не факт что я там уже буду находиться но в сити да в сити в общем в сити меня можно встретить всегда я там зачитаю чаще всего если это не сити это питч который на набережной находится это сахалин это любимых моих мест это просто топ of the top и мне очень нравится по энергии по атмосфере и сейчас я подумаю какое же можно еще место назвать где я часто бываю я на патри а ну давайте пусть будет аист аист часто бываю патрики аист там тоже мне можно встретить там у меня уже прямо роднулечки официанты мои любимые вот поэтому в аисте да я бываю мне нравится там там парковку очень удобно и будем а там часто бываю вот поэтому аист да топ прикольно слушай ну наверное надо сейчас такой финальный вопрос блица и как раз перейдем к подарку не жесткий нет мне очень интересно твое мнение кто должен быть на твоем месте на подкасте кого можно позвать кто должен быть гостем давай а меня также просто раз позвали но просто вот твое мнение можно звать нескольких людей если не хочешь кого-то 1 уделять кого зовем я бы честно тебе сказала что я бы позвала бы одну из моих учениц это мелания пусть будет она это подожди подожди я на астролог номеролог это та девчонка или нет возможно которая была вот мелании соул сейчас она мая просто эти скала чтобы ты поняла которая мая которая еще младиночка ну я наверно поняла бывшая руфа да поняла вот я бы ее позвала очень интересный опыт очень интересный путь и которому очень многим откликнется потому что когда она ко мне пришла в работу на нас там что она вот такая ну прям тенчик и несмотря на это вот к тому что вот блок огромная аудитория и ты реально сидишь такой блин капец а что делать его часть когда начала раскрываться нет я в шоке типа это это капец она открыта можно stories не снимать даже так хорошо идут короче она рома жилин и позвала я думаю что он дойдет до меня ждем мы все ждем ром так и кого можно позвать еще такой вопрос хорош сейчас мне короче вот очень тяжело мне нужно знаешь да я прям сейчас могу сказать чтобы это было реально же важно чтобы это было интересно слушай вообще я бы позвала катю образцову я думаю ты же видела понимаешь про кого это та девушка которая сейчас вот вышла замуж я бы позвала ее и вообще бы даже плюс один с ее мужем та история которая у них есть сейчас вот мне много спрашивают на какую пару ты равняешься для меня вообще это эталон целом ханны и пошу это вообще но это не клевая но я с ханой семь лет я семь лет слежу за ней я знаю мне кажется не все что вот есть в инфополе для механ это прям пример и вот в реальном времени в реальном мире где могу пообщаться соприкоснуться это катя образцова поэтому ее супер так что теперь подарок мы с дальше приготовили очень прикольный для вас сюрприз для этого нужно будет подписаться на нас обязательно и вообще кстати до подарка обязательно хочу сказать что очень приятно когда вы делитесь сегодня даже мне кажется очень много прикольных инсайтов сказала мыслей которые просто надо вот так конспектировать и причем не только конспектировать и сразу внедрять поэтому если вдруг у вас будут какие-то мысли инсайты обязательно выкладывайте делитесь мы будем репостить отвечать мне кажется это очень приятно всегда когда люди вот я обожаю я тоже я себя чувствую просто к боже человеку сейчас хорошо это же так классно вот а теперь подарок тоже нужно обязательно подписаться нужно подписаться и сделать репост рился чтобы я точно увидела что вы участвуете так я зафиксирую что вы участвуете подарок да и подарок это день вот с этим человеком просто невероятно энергичным если вы из москвы это вообще очень крутой опыт я уверена что даша поводит вас по любимым местам вы классно проведете время может быть даже с кем-нибудь познакомитесь мы дарим день мне кажется реально очень круто и очень уникально целый день со мной вот будем ходить на спа покушаем я дальше не расскажу что еще но короче проведемся со мной прикольно да чтобы поучаствовать нужно быть подписано обязательно на меня и сделать репост на бой рился вот чтобы мы это все увидели для и подарок номер два да все таки я все равно эксперт я могу помочь три разбора от даши собственно со стратегией вы сегодня услышали очень много классных советов я думаю многим будет интересно как масштабироваться как сидеть также здесь максимально ярко рассказывать про свою жизнь про деньги не стесняясь про свои возможности про классные планы мне кажется это будет очень крутой опыт и вам сто процентов это будет полезно поэтому просто нужно будет тоже подписаться на меня тоже не забудьте пожалуйста подписаться будем проверять вот написать дальше подкаст это будет кодовое слово даша до перед трех счастливчиков людей которые будут интересно в том числе которым она захочет дать классный фидбэк классную стратегию я думаю что подарки просто очень ценно и я бы сама хотел в этом поучаствовать поэтому мне кажется что вам надо это сделать спасибо тебе что пришла спасибо тебе большое кстати вы знаете что важную мысль я забыла сказать я же с блогерами познакомилась я рекламу стала у них покупать а ну собственно что все тоже дорогие мои зарабатываем денежки и все покупал и все можно купить спасибо большое я реально я просто когда сижу так думаю я не могу эту мысль не сказать надо договорить я счастлива что мы сняли подкаст я верю что ночь крутой я всех жду буду реально репостить подарки разыграем это просто будет топом зато спасибо тебе большое тебе спасибо что пришла мне кажется чувствуется энергия через экран до сегодняшнего подкаста вообще думаю супер получилось поэтому ждем выпуск ну когда вы его посмотрите и когда вы нам напишите обратно связь потому что мне кажется . у меня есть фраза кодовая как я всем говорю пока больших денег больших продаж и любви